Великий русский химик Александр Михайлович Бутлеров родился в 1828 году в городе Чистополе Казанской губернии в семье Михаила Васильевича Бутлерова, помещика, участника войны 1812 года, окончившего ее в чине подполковника. Мать, 19-летняя Софья Александровна, умерла через 4 дня после рождения сына. Детство Бутлерова прошло в имении деда по матери, где его воспитанием занимались тетки, и в имении отца Бутлеровки. Уже в 10-летнем возрасте Бутлеров хорошо владел французским и немецким языками. Учился Александр Михайлович Бутлеров сначала в частном пансионе в Казани, затем в 1-й казанской гимназии, где он увлекся химией и тайно проводил химические опыты. Один из них закончился взрывом. Преподаватели отправили Александра Бутлерова в карцер, а наутро он появился в классе с издевательской дощечкой на груди, на которой было написано «Великий химик». В 1844 году Бутлеров поступил в Казанский университет, где занимался наукой под руководством известных химиков Зенина и Клауса. По окончании университета Бутлеров был привлечен к преподаванию, читал лекции по физике, химии и физической географии. В 1851 году получил степень магистра. В том же году ученый женился на Надежде Михайловне Глумилиной, племяннице замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, автора сказки «Аленький цветочек» и повести «Детские годы Багрова внука». Надежда Глумилина родила ему двоих детей. В 1854 году Александр Михайлович Бутлеров в Московском университете защитил докторскую диссертацию об эфирных маслах. В 1857 году ученый отправился в Европу, где знакомился с лучшими химическими лабораториями и химическими предприятиями. Около полугода работал в лаборатории Вюрца в Париже. По возвращении Бутлеров создал новую химическую лабораторию в Казанском университете и продолжил начатое в Париже исследование и синтез производных метилена. По свидетельству современников, Бутлеров был одним из лучших лекторов своего времени. До сих пор в Казанском университете существует музей Казанской школы химиков, в котором сохранены бутлеровские аудитория, кабинет и лаборатория. Собственная экспериментальная работа и знакомство с состоянием химии за рубежом привели ученого к созданию теории химического строения органических соединений, основные идеи которой он впервые изложил в докладе о химическом строении вещества на съезде немецких естествоиспытателей и врачей Шпери. Принципиально новым в его теории были положения о химическом строении молекул органических веществ и влияние строения на химические свойства. Бутлеров впервые в истории химии объяснил явление изомерии. Главной идеей теории Бутлеров изложил в своем учебнике «Введение к полному изучению органической химии». В 1868 году Александр Михайлович Бутлеров по рекомендации Менделеева был избран профессором Петербургского университета, а в 1869 году переехал в Петербург. Вскоре он был избран академиком Петербургской академии наук. В Петербурге Бутлеров продолжал экспериментальную работу, совершенствовал теорию строения органических соединений, много сил отдавал общественной жизни. Бутлеров активно участвовал в создании высших женских курсов в Петербурге и организации там химических лабораторий. Будучи разносторонним естествоиспытателем, ученый занимался пчеловодством. Основал журнал «Русский пчеловодческий листок», выпустил брошюры «Пчела», «Как водить пчел». В начале 80-х годов Бутлеров увлекся спиритизмом, с которым познакомился еще 30 лет назад в Абрамцево. В 1889 году Аксаков издал сборник статей Бутлерова на эту тему. Дмитрий Иванович Менделеев с непониманием и осуждением отнесся к странному увлечению выдающегося ученого. Научные работы Александра Михайловича Бутлерова при жизни получили полное признание в России и за рубежом. Учениками Бутлерова были известные ученые Марковников, Зайцев, Фаворский, Кондаков, которые продолжили развитие химии в России. Несмотря на крепкое здоровье и большую физическую силу, Бутлеров скончался в возрасте 57 лет, в своем имении из-за неудачной операции. Похоронен он в семейной часовне на сельском кладбище на берегу реки Камы. Деревня Бутлеровка и родовое поместье Бутлеровых были полностью разрушены в период гражданской войны.